Кому жаловаться на несанкционированные свалки? Кто устраивает карьеры на землях сельхозназначения и что за это бывает? О земельном законодательстве и об основных нарушениях на землях сельхозназначения поговорим сегодня с заместителем начальника отдела Государственного земельного надзора Управления Росельхознадзора по Владимирской области Андреем Забилиным. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Владимирович, давайте сразу поговорим о деятельности управления в рамках земельного надзора. Государственный земельный назор осуществляется на землях всех сельхозназначения, за исключением дачных, огородных, садовых товариществ, также земель личных подсобных хозяйств и земель, на которых расположены объекты недвижимого имущества. Получается, что основная масса земель, это где-то в районе около миллиона гектар в нашей области, находится в ведении нашего отдела. Основные нарушения во время контрольных мероприятий какие? Основным нарушением в нашей области, по крайней мере, является это зарастание земель сельскохозяйственного назначения с сорными растениями, деревьями и кустарниками. На первый взгляд, это нарушение не несет особой опасности, но по факту неиспользуемые земли, это является определенным фактором опасности при возникновении сельхозпалов. В результате может быть возгорание, населенные пункты могут загореться, то есть определенная опасность все же имеется. Также эти земли, если они длительное время не используются, чем дольше они не используются, тем сложнее их потом ввести в сельскохозяйственный оборот. Но у нас около трети всех земель не используется, то есть это официальные данные. Неофициальные данные, думаю, будут несколько выше. Это то, что выявлено. Соответственно, я говорю, ну, к примеру, то есть у нас семь человек, которые контролируют 16 районов. Это нереально. Это такой объем сумасшедший какой-то. Соответственно, мы не можем промониторить полностью каждый земельный участок. Каждый год определенное количество мониторится. Это вот по нашим данным в районе 30%. По факту, наверное, около 50%. А если говорить о несанкционированных свалках, насколько часто они на таких землях встречаются? Как правило, свалки действительно встречаются на землях, не используемых именно. Отделом нашим выявляется ежегодно несколько десятков свалок. Также выявляются достаточно регулярно карьеры на землях сельхозназначения. Ну, естественно, в меньшем количестве. Они несут определенную угрозу. То есть в результате свалок загрязняется почва. В результате карьеров она полностью уничтожается. То есть земли уходят полностью из сельхозоборота. Обращения от граждан поступают? Регулярно поступают обращения от граждан. Как правило, по данным нарушениям. То есть именно по свалкам, по карьерам. Ну, то есть по таким грубым нарушениям земельного законодательства. У нас в этом году выявлено достаточно много свалок. Если не ошибаюсь, за 9 месяцев было выявлено более 15 свалок. Часть из них, естественно, по обращениям. Там есть крупные свалки. Это нередко бытовой мусор, то есть самый обычный. Почвик, он не несет особой угрозы. Но при этом также была выявлена свалка, например, в Судогодском районе. Там были найдены медикаменты, отработаны медицинские материалы, были отобраны почвенные образцы. Результаты пока ждем. То есть с большой вероятностью имеется загрязнение почвы. А вот к нарушителям. Какие вообще в таком случае меры можно применять? Ну, первичные меры – это наложение штрафа. Штрафные санкции, к примеру, за зарастание земель, казалось бы, не самое страшное может быть. Достаточно высокие. На физическое лицо, то есть на гражданина, на обычном, минимальный штраф за зарастание земель на участке сельхозназначения составляет 20 тысяч рублей. На юридическое лицо – от 400 тысяч рублей данные штрафы. За грубые нарушения, с одной стороны, штрафные санкции ниже. Но в дальнейшем это влечет исковые требования наши по рекультивации земель, по возмещению ущерба почвам. А это уже немного другой порядок цифр. Предписание выдается до тех пор, если собственник совершенно никак не хочет его выполнять, то инициируется процедура изъятия. Соответственно, собираются материалы, направляются департаменты имущественных земельных отношений, и они уже выходят в суд с иском на изъятие земельного участка. Если говорить про несанкционированные свалки, то в этом случае кто вообще отвечает за нее? Как правило, возникают определенные сложности по выявлению лиц, именно непосредственных причинителей ущерба, скажем так. То есть, кто организовал эту свалку? Зачастую это граждане, которые не хотят платить за вывоз мусора и выкидывают кто пакет, кто два, кто телегу вывез, тракторную какую-то, кто автомобиль вывез, кто в разном количестве. Их установить достаточно сложно. Мы работаем с органами внутренних дел, но постоянно закрепить человека, который сторожил бы около этой свалки, достаточно проблемно. Соответственно, также за земельный участок, за свалки, на нем обнаруженные, ответственность несет собственник земельного участка, ну, либо арендатор, пользователь. То есть, в чем видение он находится, по сути своей. Потому что они обязаны выполнять мероприятия по защите этого участка от любых негативных воздействий. Что нужно знать собственнику земель сельхозназначения? В первую очередь, собственник земель сельхозназначения должен помнить о том, что это не только его права, земельный участок, но это определенные обязанности. Соответственно, обязанности собственника, в первую очередь, это не допускать никакого негативного воздействия на почву, в первую очередь. Не допускать зарастания земель, соответственно, никаких несанкционированных свалок карьеров, естественно, должно все контролироваться. этого не может быть. Деградации почв нельзя допускать. Ну и последний вопрос. Профилактика нарушений – это что? Существуют различные типы профилактических мероприятий. Нами регулярно проводятся совещания с органами местного самоуправления, то есть сельскими поселениями, с районными администрациями, с хозяйствующими субъектами непосредственно, то есть с теми, кто работает на земле, с разъяснением того, что можно делать, что нельзя делать на землях сельхозназначения. И если делать, то как? Спасибо, Андрей Владимирович. А я напомню, сегодня мы беседовали с заместителем начальника отдела Государственного земельного надзора управления Россельхознадзора по Владимирской области Андреем Забелиным.